В Павлодарской области второй день проходит командно-штабная тренировка службы ЧАЭС. Правда, проводят традиционные учения КС-2020, в отличие от прошлых лет, в режиме онлайн. Мера вынужденная, потому как по нынешним санэпиднормам не допускается массовое скопление людей. Но спасатели уверяют, к предстоящей зиме все готово, а в случае чрезвычайной ситуации они смогут оперативно помочь людям. В регионе создали 146 пунктов обогрева на автодорогах и в потенциально опасных местах. В дорожно-эксплуатационных организациях накоплен необходимый запас инертных материалов. Готовность спецтехники почти стопроцентная. Все подразделения ЧАЭС и гражданской защиты переведены на усиленный вариант несения службы. Координация их деятельности ведется удаленно. Посредством видеоконференц-связи о ситуации в регионе ежечасно докладывают в республиканский оперативный штаб. Сейчас спасатели отрабатывают 27 разных сценариев возникновения чрезвычайного положения. Эвакуированы все жильцы, жертв пострадавших нет для осмотра самочувствия. Доставлены в карету скорой помощи 10 человек, из них трое детей, которые получили отравление угарным газом. В реальности, если взять, организация работы осуществляется автономно. То есть, например, скажем, если у нас зимний ЧАЭС происходит, скажем так, Шедерты, там отсюда собирается штаб, так же, как сейчас делается. Там на месте поселка Шедерты разворачивается штаб. И во всех службах организуем зум-связь. То есть, мы видим, как они отрабатывают. То есть, мы при этом расчет делаем, сколько в действительности сил и средств. Что, какие сил и средства будут привлечены.